Как прекрасен полёт! В кабине настоящего самолёта. Хотите узнать, как научиться им управлять, любоваться такими необычайно красивыми видами, пилотировать и узнать, как заходить на посадку? Всем привет, друзья! Сегодня мы окунёмся в мир авиации и проведём одно небольшое занятие по обучению пилотирования лёгкого спортивного самолёта немецкой компании FlyDesign сети SW, но все его называют просто – сетишка. Первым делом мы проверим наличие достаточного количества топлива на наш полёт и, если нужно, конечно же, заправимся. Далее открываем капот и проверяем уровень масла. В принципе, капот можно было и не открывать, но мы заодно осмотрим двигатель и подкапотное пространство. Открываем крышку и достаём щуп из маслобака. Далее нам нужно провернуть винт, поэтому проверяем, выключено ли зажигание. Техника безопасности. Вращаем несколько раз винт. Небольшая физзарядка перед полётом нам не помешает. Проворачивая винт, мы выгоняем масло в маслобак для точного определения его количества. Двигатель-то у нас с сухим картером. Если уровень масла на нижней отметке, как в нашем случае, то, конечно же, доливаем. Закрываем крышку маслобака и внимательно осматриваем здесь всё. Проверяем наличие охлаждающей жидкости. В нашем случае она в порядке. Предполётный осмотр самолёта – это очень важный этап подготовки к полёту. Им нельзя пренебрегать, чтобы героически не бороться с проблемами в воздухе, которые можно было заметить и устранить на земле. Для этого мы и проводим предполётный осмотр. Поэтому, если у вас возникают сомнения относительно работоспособности оборудования, мы никуда не летим. Мы же с вами не камикадзе. После осмотра под капотом мы его закрываем и аккуратно закручиваем и перепроверяем все винты, чтобы он случайно не открылся в воздухе. Далее осматриваем по очереди все три лопасти винта. Шасси – это часть силовой установки, которая и даёт нам тягу во время полёта. Осматриваем стойки шасси, так как им иногда приходится не сладко, в особенности при грубой посадке. Далее осматриваем переднюю кромку крыла, приёмник воздушного давления. С помощью него мы определяем нашу воздушную скорость. Элерон, закрылок, фюзеляж. Вот мы и добрались с вами до хвостового оперения. Это очень важная часть самолёта. Позже вы узнаете почему. Это стабилизатор, руль высоты, триммер руля высоты, гиль и, конечно же, руль направления. Столько умных слов, но, поверьте, без этого никак. По аналогии с правой частью проводим внешний осмотр и левой, обращая внимание на любые мелочи. А как известно, в авиации мелочей не бывает. После того, как внешний осмотр закончен, можем садиться внутрь и готовить кабину. Ну а теперь садимся поудобнее. Открываем пожарный кран подачи топлива, вставляем ключ зажигания и включаем питание. Ставим ручку управления двигателем на минимум и удерживаем тормоза. Убедившись, что зона запуска двигателя свободна, произносим от винта и запускаемся. Наблюдаем за давлением масла на приборе FlyDat. Подключаем питание авионики, включаем радиостанцию, если необходимо, выставляем нужную частоту. Выпускаем закрылки во взлётное положение. Проверяем управление и выруливаем на полосу. Если температура масла достигла 50 градусов, проверяем контуры зажигания. Далее двигаем ручку управления двигателем вперёд, убеждаемся, что двигатель вышел на взлётный режим, разбегаемся, удерживая самолёт по полосе и взлетаем. Но это ещё не всё. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк видео и напишите комментарий, чтобы не пропустить следующее видео, в котором мы расскажем, как управлять и самое главное, как посадить самолёт. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!